Китай не порадовал рынок своими вышедшими макроэкономическими данными. Экспорт и импорт значительно сократились, причем импорт зафиксировал падение 15-й месяц подряд. В связи с чем, профицит торгового баланса Поднебесной достиг рекордного уровня. Невзирая на неутешительные показатели, несмотря на падение на мировых финансовых рынках, Народный банк Китая повысил курс национальной валюты. Сегодня пара USDCY торгуется на отметке 6.4959. На выходных председатель Центрального банка Китая Чжоу Сяо Чуань заявил, что никаких поводов для дальнейшего обесценивания юаня нет и предупредил, что не позволит спекулянтам управлять рыночными настроениями. Между тем, Государственное статистическое управление Китая заявило, что не будет публиковать порцию макроэкономических данных, так как празднование китайского Нового года может исказить многие показатели. По мнению валютных стратегов, это не должно повлиять на изменения в валютной паре USDCY, как и вышедшие показатели по внешнеторговому профициту. Профицит торгового баланса в январе составил 63,03 млрд долларов, что намного выше прогнозов. Экономисты ожидали рост индикатора на 58,85 млрд долларов. Импорт и экспорт Поднебесной сильно сократились, тем самым огорчив рынок. Экспорт в Китае просел на 11,2%, в то время как ожидалось сокращение всего лишь на 1,9% в годовом выражении. Импорт Поднебесной также год к году рухнул на 18,8%, что на 18% больше, чем ожидали экономисты. Снижение экспорта из Китая демонстрирует слабый спрос, что позволяет китайскому регулятору ускорить принятие мер денежно-кредитного стимулирования. Как все сложится на самом деле, вы узнаете из наших дальнейших выпусков на канале ИнстаФорекс ТВ. До свидания!